Сколько надо? Для того, чтобы вам побеждать судьбу, вам надо ходить три часа непрерывно, раз в пять дней. Вам нужно молиться полтора часа, или каждый день, или через день. Вам нужно неподвижное положение тела по 40 минут раз в 3-4 дня. Можно стоять просто. Макс, я вам не видел, но вы чуть-чуть медленно смогли. Будете стоять, будете наоборот лечить эту ногу, потому что статика, она улучшает активность костей. Если вы не будете делать то, что я сказал, вам победить судьбу невозможно. У вас очень тяжелый период в жизни идет. Понимаете? И он вас косит. Сколько будет еще длиться? Еще 7 месяцев где-то надо держаться. То есть сколько он длился? Уже где-то полтора года. Это жесткость его почувствует. А? Это жесткость его почувствует. Да, согласен. Вот такой момент. То есть есть только четыре силы, которые побеждают судьбу. Я не говорю о милости, я говорю о своих усилиях. Это длительное непрерывное движение дает волевой импульс человеку и активизирует процессы в организме, побеждающие. Вот, например, длительное непрерывное движение сжигает раковые клетки, сжигает все опухоли, вирусы, бактерии в организме. То есть человек двигается, и у него волевой импульс в теле начинает работать, и в психике тоже. Длительное движение нужно, потому что чем дальше человек двигается, тем глубже этот волевой импульс входит в организм. То есть там есть четыре слоя психических и четыре часа ходьбы или час пятьдесят бега. Это все слои, как бы, проходят волевой импульс и начинает лечиться все в организме. Но до этого очень сложно достигнуть, поэтому человек должен стремиться к этому, должен ходить сколько может. Чем дольше человек двигается, тем больше перерывы должны быть. Четыре часа раз в неделю. Соответственно, два часа уже раз в три дня и так далее. Это нужно для того, чтобы укрепить волевой импульс психики, и чтобы воли, силы воли хватало в организме. Сжигать все ненужное, потому что нужна энергия для того, чтобы избавиться от этих клеток ненужных, от вирусов. Нужна энергия в организме. Эта энергия вырабатывается во время волевого усилия. Человек идет, идет, он непрерывно, и он побеждает так судьбу. У меня наследственно опухоль предстательной железы в организме, как бы и по маминой, и по папиной линии идет такая болезнь. И четыре года назад где-то я обнаружил, что у меня уже начинается эта болезнь. Хотя я йогой занимался там, и постился. Вот, я начал бегать четыре с половиной года назад. И когда я начал бегать час двадцать, она начала уменьшаться и сгорела полностью. А потом я заметил, что все лишнее в организм вообще уходит. Все вот ненужные клетки. Ну, то есть организму не хватает сил только очистить себя. Сейчас большинство людей умирают от атеростероза, что копится в сосудах ненужное, и от рака. Вот главные причины заболевания. Это сердечно-сосудистые кризы и рак. Главная причина. Все это побеждается длительным движением непрерывным и постом. Когда человек постится на воде, у него просветляется сознание и тело просветляется. То есть пост означает, что организм разбирается со всем ненужным. Что такое пост? Организм кушает себя. Ну, что он кушает только то, что ненужным. Это как очищать квартиру от хлама. Вы же уборку делаете в квартире, вот пост, это тоже уборка. Ну и просветление в мозгу означает понятно, что делать. Не нужно ли геннадьевича особо. Вот, все понятно, что делать. И третья аскеза – это неподвижное положение тела. Неподвижное положение тела, оно увеличивает терпение по отношению ко всем, кто в твоей жизни существует. И оно, неподвижное положение тела, оно как бы пробивает энергетику всех каналов. Ну, то есть восстанавливает. Ну, допустим, дорога шоссейная забилась машинами и очень трудно проехать. Что такое пост? Это когда приходит эвакуатор, не пост, а неподвижное положение тела, приходит эвакуатор и как бы все машины разгоняет для того, чтобы двигалось лучше транспорт. Ну, то есть у нас тоже там каналы, и энергия движется по организму. Когда человек не двигается, то сначала у него возникает отек такой в теле, как будто что-то все затекает. Это означает, что энергия пробивается в каналы, и она не может пробиться, поэтому затекает. Если человек регулярно занимается, то он переходит на следующую стадию. Возникает жар. Жар или такое, как что-то такое, как покалывание какое-то такое, или жар. Вот эти две вещи. Это означает, пробивается уже энергия и вызывает вот эти вот процессы выделения энергии. Ну, как столкновение идет, выделяется энергия. Потом возникает следующая, третья стадия. Если человек продолжает, он проходит все эти две стадии, возникает третья стадия. Возникает чувство, что немеет, как будто ты не чувствуешь какое-то место. Четвертая стадия – это легкость. Когда ты не чувствуешь какое-то место, скажется, что потом это все умрет уже, отвалится. Но потом приходит четвертая стадия – легкость, как будто ты ничего не делал. Все, облегчение наступает. Обычно цикл 20 минут. Стоишь неподвижно, и у тебя все эти этапы проходят. Может быть, 40. Посмотрите у себя, какой у вас цикл. От 20 до 40 минут. Один цикл. Один цикл прошел – достаточно. Примерно так вот. Ну, то есть, если вы на работе никого не терпите, не можете вытерпеть подсотрудников, обижаетесь на всех, как вот девушка, значит, вам не хватает статических упражнений. Нужны статические упражнения. Обидчивость, тиранимость, раздражительность. Все вот так вот. Аллергии тоже, как бы. Человек не терпит климата. Или какие-то продукты. Это пробивается статическим упражнением. Человек начинает статику, и он начинает терпеть. Продукты, людей, климат. Все, что угодно. Дальше, если человек не может встать с постели, не может сбросить пить, курить, не может себе что-то заставить делать, ему нужно длительное движение. Причем есть два варианта длительного движения. Есть вариант, в котором ты адаптивно, волевой фактор твой включается просто в обычной жизни. Это ходьба. Вот если ты живешь обычной жизнью, у тебя всегда волевой фактор будет включаться, если ты будешь длительной ходьбой заниматься. Но есть другой вариант движения, когда волевой фактор включается не адаптивно, а экстремально. Например, у тебя танк едет, а ты если бегаешь, вот ты бегаешь длительно, научился бегать, то у тебя организм способен включиться на победу, даже когда победа невозможна. То есть, когда у тебя танк едет, или еще что-то с тобой, такая экстремальная ситуация возникает, и ты не знаешь, что делать, но ты бегаешь. И этот бег дает возможность в экстреме стать сильнее ситуации. Но бегать очень сложно. Для этого нужно начинать прямо буквально со 100 метров. И постепенно. Я первый раз пробежал 500 метров. И дальше не побежал, побоялся. Это было 4,5 года назад. За год я научился бегать 6 километров. Потом за второй год дошел до 12. И через 2,5 года я начал бегать 16 километров. Это то, как расстояние, которое нужно для очищения всего организма. И я сейчас поддерживаю эту дистанцию уже 2 года. В организме произошли колоссальные изменения. Если вы послушаете мои лекции, посмотрите видео с моими лекциями 5 лет назад, вы увидите, что я старше выгляжу, чем сейчас. Так люди говорят, по крайней мере. Да, можно, конечно, на велосипеде садишься. Там крутанул один раз педалькой и сидишь. То же самое, что бег. Можно даже в кровати лежать. Это статическое упражнение. Ложишься. Не двигаешься же, правильно? Это статическое упражнение. И пост тоже не обязательно живет на воде. Ну, там, допустим, можно поститься на жареной картошке, допустим, везде. Это небольшая шутка. И чтобы не было у вас каких-то домыслов, можно заменить, знаете, на что. Еще вот есть такие, как бы, ну, называется, как его, эллипсоид, да? Такой тренажер. И человек вот так вот на нем. Это такой адаптивный способ бега. Это между бегом и ходьбой что-то такое среднее. И человек на эллипсоиде раз-два, потому что суставы там не так сильно напрягаются, и идет разминка всего тела. Вот. Но некоторые думают, что бег можно заменить на ходьбу с палками. Вот это ошибка. Бег лучше, чем ходьба с палками. Ну, но ходьба с палками лучше, чем ходьба. Там больше нагрузки, как бы, идет. Но не факт, что именно ходьба с палками нужна, потому что важно именно долго это делать. Понимаете, если вы ходьбу с палками вам не можете так долго, как ходьбу, лучше тогда ходьба. Нужно долго. А? А? Ну, шубу надела, шубу какую-то, варежки, все. Пошла. Тук-тук-тук-тук. Ну, что одевать? Что-то спортивное. А? А? Ну, вот я когда бегаю, я зимой даже, когда я бегаю, но это вас не касается. Я полностью весь мокрый. То есть у меня шапка мокрая, куртка, все мокрое. Я весь мокрый. То есть я теряю 2 килограмма за одну пробежку. 16 километров. Ну, вы так не будете, скорее всего, потеть. Все разные люди. У меня много жара в организме. Много огня. Деваться над легкой одеждой, иначе, как вы будете бегать? Или ходить длительно? Это будет мешать одежде? Продолжение следует...